А ты вот сидишь, всегда смотришь и никогда не улыбаешься. Всегда серьезный. Двое в комнате, мужик и Путин. Мужика зовут Илья и живет он под Мурманском в гараже. Ну то есть да, вот это все абсолютно документальная съемка. А вот самая пышная артистка Норвегии Гунда. Тоже играет саму себя полуторачасовое исследование реальной свинской жизни. И неизменные шлаги на показах во время нынешнего Берлинали. И вот эти овации тоже не спецэффектом и не голливудским звездам. Зрители аплодируют жизни, правде и ничему кроме правды. В тот момент, когда одним из триумфаторов 70-го Берлинского кинофестиваля стал, опять же, документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню» и «Добро пожаловать в реальность». Еще до официального объявления всех результатов 70-го юбилейного Берлинали стало известно, что фильм «Добро пожаловать в Чечню» уже получил сразу три награды. Первая награда от правозащитников Amnesty International. Вторая награда от ЛГБТ-сообщества. Награда Teddy Awards. И третий приз – приз зрительских симпатий, как самому зрелищному, самому интересному и самому важному фильму Берлинали. Сложно сказать. Я этот фильм-то толком не видела. Просто рыдаю весь фильм. Режиссер фильма Дэвид Франц путешествовал по Чечне под видом богатого любознательного американского туриста и таким образом снял часть фильма. Но его большая часть все-таки снималась в московских приютах для геев, лесбиянок и трансгендеров, бежавших из Чечни. И вот, пожалуй, главная героиня фильма, даже просто по количеству экранного времени присутствия в кадре, Ольга Баранова. Она спасла больше двух сотен человек. Их же продолжали преследовать уже и в Москве. Бдительные чеченские товарищи. О, мой гад. Я не люблю об этом говорить. У нас были смерти просто. Например, есть девушка, которой я сидела, ждала 6 часов. Она не пришла, и потом она умерла. Я не люблю об этом говорить. Сейчас, минуту. Представьте, что вы в кинотеатре и зажмурились от страха. И вот, что вы слышите. Показывать кадры пыток из фильма «Добро пожаловать в Чечню» мы не можем до официального выхода фильма на телеэкраны. Это произойдет в июле в эфире канала HBO. Но кадры из московских приютов-убежищ – вот. Вот так это все выглядело. Вполне понятная повседневность и более чем привычный ужас. Например, там был парень, который знает Кадырова лично. И ему вообще нельзя было, и он, ну, его знают в Чечне, ему вообще нельзя было ни перед кем показываться. И он жил отдельно, только я и еще один человек с ним общался. Больше никто с ним не общался живьем. Чечня очень хорошо показала как раз эту проблему. Потому что это же проблема не только Чечни, это Россия в целом. У нас сейчас шелтер открыт для всех ЛГБТ, оказавшись в сложной жизненной ситуации. У нас постоянно поступают заявки. Я говорю сейчас о дискриминации, когда прямо бьют, выгоняют из дома, кладут в психушку. Власти просто ничего не делают. Для того, чтобы защитить этих людей. Потому что наше правительство гомофобно сейчас. Потому что у нас гомофобные законы. А этот фильм уже стал не только манифестом, но и сам по себе таким круглосуточно работающим активистом. На официальном сайте фильма отдельная кнопка «Save Lives» – «Спасти жизни». Здесь можно пожертвовать любую сумму в любой валюте российским ЛГБТ-приютам и правозащитникам. Это сейчас как раз то время, когда мы открыто говорим, да, мы этим занимаемся и будем заниматься. И ничего вы с нами не сделаете. Сделайте с нами хоть что-нибудь, вот мы. Чтобы сказать именно это, на Берлинале из Донецкой области прилетели 15-летняя Настя Трофимчук и 17-летняя Мира Трофимчук. Они живут в Красногоровке, в зоне военных действий. Про их семью полтора года снимали большое кино. И для них в украинском посольстве в Берлине устроили специальный прием по случаю премьеры фильма. Для старшей сестры, для Амиры, Берлинале уже не первый международный фестиваль. Месяц назад она была на гастролях в Америке, в Парк-Сити, на фестивале независимого кино «Сандэнс». Звезда. А что, разве не так? Это возможность достучаться. Показать то, что люди на Донбассе хотят будущего. Люди на Донбассе хотят возрождения. Люди на Донбассе хотят жить в конце-то концов. В один день просто мы лишились всего. Люди... У нас сразу же в первый день была погибшая семья. Недалеко у нас был авиаобстрел. То есть сразу пострадал дом нашей тети с братом. У нас в подвале два на два жило семеро человек. Пошел! Давай! Только вы, конечно, были только полегче. Такое чувство, как будто оно тут евреев скрывает. На Донецкой области сейчас полностью стоит клеймо. И будем говорить откровенно, государству это не надо. Ездят волонтеры. Добрые люди, которым... Не безразлично. Не безразлично судьбы стариков. Не безразлично судьбы детей. Если бы не волонтеры, у нас бы замерзло намного больше людей. У нас замерзло 11 стариков. Шестой год мы ждем газ. Европа услышала голоса двух сестер благодаря вот этой берлинке. Ее зовут Барбара Вурм. Она по образованию словиста, по должности один из десяти отборщиков в Берлинале. Отвечает за восточноевропейское направление. Фильмы из России тоже отсматривала она. Всего около сотни. И в итоге в программу фестиваля не вошел ни один российский фильм, снятый на государственные деньги. Ну да, и вот эта политическая депрессия, она сильная, она и на меня лично отразилась. Мы, простые жители русского севера, уже достаточно и понятно сказали. Не быть русскому северу помойкой. Безусловно, страну как таковой вот в этой сегодняшней политической ситуации, конечно, сложно любить. Но потому что ты, главное, боишься ее. Помогите! Помогите! Массовые мольбы о закрытии свалок, о ремонте домов, избавлении от фекалий, а также личные просьбы к властям. Помогите вставить зубы. Это что за зубы? Я не могу зубы сделать. Это что такое? Этот фильм, по сути, склеенный. Между собой ролики из Ютьюба. Сотни обращений россиян к президенту Путину. Владимир Владимирович, хочу у вас спросить, почему власти в Краснодаре относятся к детям хуже, чем к скоту? Фильм называется «Котлован». Прекратите нас! Уже не только нельзя дотянуться со дна этого котлована, уже как раз даже крики и голоса не доходят. Все эти ролики режиссер Андрей Грязев собирал несколько лет. Первые датируются 2010 годом. Все просто. Тогда россияне открыли для себя Ютьюб. Но, похоже, уже сейчас Ютьюб для них закрывается. Я проверял, большое количество роликов уже не существует. Найти, откуда, кто, да, их нету. И исчезло, на самом деле, много. Но, во всяком случае, фильм позволяет защитить их. Я помог высказаться, потому что, как бы, сам фильм сделал не я, сам фильм сделала власть. Я считаю, что уже лет пять самая главная тема – это остаться или уехать. Но вот это иммигрейшн или не иммигрейшн? Это для тех людей, которые что-то хотят сделать в сфере кино, вообще из всего Восточной Европы. Но особенно из России – самый главный вопрос. Гаражин фольк. По-русски – гаражане. Именно так. Люди, живущие в гаражах, в своем собственном мире, где от власти только портрет на стене. Всегда серьезный. Этот фильм под Мурманском сняла режиссер Наталья Ефимкина, живущая в Германии. Она приехала в Берлин с родителями. Она родом из той реальности, от которой одни закрываются в гаражах, а другие бегут. И некоторые бегут не к людям. А на норвежский скотный двор, например. Режиссер фильма «Гунда» – Гунда имя главной героини. Виктор Косаковский из Питера. Живет сейчас где-то между США и Европой. Западной, конечно. И его фильм про Гунду в переводе не нуждается. Идеальное кино. Там есть звуки, но там нет языка. Но там такая универсальность киноязыка. И так много человеческой в фильме без людей. Я вижу, ты не подписался. Сделай это немедленно, и мы будем видеться чаще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин